И снова приветики, дамы и господа. Возвращаемся на вторую серию сегодняшнего дня в рамках Oga.p China. Это E-Home против команды РНЖ. Все так же BO3. Все так же нижняя сетка. И у микрофона все так же Jam Inmate. Все так же здорово. Ну что, наверное, народу объясните, что мы достигли не просто так. Что это Oga.p, что это Китай, что это постгрупповой этап, уже плей-офф, нижняя сетка, поскольку... Я уже это сказал же вроде, не? Ну ладно. Ну я-то не слышал. А-а-а! Понял, понял, понял. Так вот, так вот. Это не так важно, как важно то, что РНЖ и Саги решили поменяться игроками. Немножко ростер, да, изменили. Ну да, да, такие просто по-фану сидят, таки. А почему бы нет? И просто поменяли вторую и четвертую позицию друг на друга. Ну имеется в виду, что вторая Сага в E-Home, в РНЖ и наоборот. Ну да. Поэтому у нас на сегодняшний день Манер Диди, Флавин, Феликс, Сяоба и Супер выступают. Посмотрим, насколько эта перемена будет к лучшему, возможно, к худшему. Но это увидим только на практике. Реально непонятно. То есть сидят шри-банистеры, играют в Beyond Epic, побеждают вообще в легкую. Там Катая условно 2-0-2-0, приезжают, типа, в финальный день 2-0, чуть не разобрались с админами, играют, потом еще одну игру, доигрывают 3-0. И такие, типа, могу менять состав. Слишком просто. Я не знаю, типа, что может послужить вообще хоть какой-то причиной вот такой смены состава. Не знаю. Так, ну ладно, тем временем у нас уже стадия драфтов подходит к концу. Очень быстро, кстати, я так понимаю, напикали здесь у нас. Миран Огр, Виза Шурса. Да-да-да. Довольно интересные. Просто герои появились такие. Знаешь, опять же, Китай сидишь, вообще никого не трогаешь. Просто в Е-Хоум. Патма Огр и Виза Шурса. Чего? Что это за герои? Почему они все вместе в одном этом пуле оказались? Это интересная ситуация. Ну и снизу Пангольер, Оракл, ТБ, Марс. Тут более такой привычный пик для нас. Да-да-да, и поэтому показываю. Сейчас скажешь, появится или нет. Да, я не поменял. Тогда сейчас не появится. Секунду, я делаю-делаю вторую. Вот сейчас должно показаться. Так, 2.11 на Е-Хоум и 1.68 на РНЖ от наших друзей из Паримач. Да, и было все немножечко по-другому до ТБ. Когда появился ТБ, я просто стонг вот этот 1.68 неожиданно вверх. Понял. Понял. Так, ну если ты не поменял, я вторую просто оставлю. Да, оставь пока вторую. Вроде сегодня одни комментируем, вроде никому не помешаем. Надеюсь, что никому не помешаем. Но мы сегодня, понимаешь, со всего Рухаба вообще больше никто сегодня не работает. Ну, мы с тобой избранные, получается. Но завтра Retail Smile, так что все окей. Ну все, окей. Значит, все окей. Вот. Ладно. У нас пангольер Oracle ТБ Марс. Это все понятно. Что ласпиком будет появляться у Е-Хоума, интересно? А Визаж это не частый. Ну, допустим, Визаж Мнит. Или хотя фиг его знает. Я вот не уверен насчет центральной линии Визажа. Визаж Саппорт Патма Мнит что-то такое. Еще больше непонятно. Вообще непонятно. Вообще не ясно, кто куда идет. То есть настолько гибкий реально драфт. Я бы понял, если бы я понял, но я не понял. Да. Но тут все понятно. Тут просто Viper хороший герой. Я про то, что я ничего не понял вообще, но тут все понятно. Тут снизу я имею в виду. Снизу все ясно. Сложная Mars Carry Terblade центральная Viper два саппорта или нет? Или нет? Подожди, ну нет. Или нет? все верно. Ну не я. Все. А вот сверху? Ну, больше всего по понятному с Stellar. Более-менее понятное с Favian. Наверное, с Wai'ем тоже, который тоже все плюс-минус ок. Вот Padma, Wai'ed Spirit сейчас еще, возможно, побегают по линиям, поищут себя. Но, конечно, максимально, знаешь, сидишь, комментируешь, анализируешь, СНГ там три месяца без перерыва. Максимально привык, драфт, ко всем прочим. Приезжаешь на Китай, думаешь, а что это новенькое? В целом, ребята вообще не удивили сегодня. Ну, то есть, плюс-минус, там, те же самые герои. Вот тебе Antimag, вот тебе там, ТБ, вот тебе там, Феникс, бах-бах-бах, просто один, второй, третий. Вопрос только в том, насколько круто это будет все работать. Выглядит на самом деле крепко, если у нас просто стоять линии, буквально пять минут без лузов. Потому что я вот не совсем понимаю, как от этого всего отбиваться будут сейчас Ройл на враге вапы, если это реально все побежит на них, там, вот, вот, птички, визажа, там, по-любому, какой-нибудь еще и доминаторный будет, что с вайпером? У тебя ТБ сложился, нет? У меня вайпер сложился какой-то, загрустил немножко. Так, ну да, глядим. Настись, курьеру ТБ. С этого сента. Котик с шариком. Так вот, разбежались, трипла, судя по всему, с визажом. В сложную. Центр вводит спирит, легкая медведь. Чтобы вы понимали, что ты поняла, курьера показывал. А, ничего страшного. Нет, там такой котик. Да, там классный. Нормальный, нормально прыгает. Так, ладно, да, все, давайте вернемся к игре. Да, Файт Бьян пока же наверху, вместе с Миранкой здесь видит уже Мане. Просто прогулять. Тяжело будет объяснить, даже с, гладь с солдом, у него, знаешь, 12 армора, подвышкой. Да. Так, Огрн на сапоге уже здесь, в миде. Я так понимаю, чекает наличие в вижена, да? Вижена нет. Да, вижена нет, сок. Ну, пока, может, просто не поставили. Давай, вайпер с вардом такой стыд, ладно, ей. Почекал. Так, ну и снизу пока что триггерой команды. Хотел сказать, сак, но RNG, royal, но и враги вам, да, забирай две баунтируны, в итоге у нас RNG с правого две, слева две должны забирать и хоум, да, еще и речку покрасили, нормально, перекрасили сразу же обратно. И высушили. И будет вам речки. А как тогда, представляешь, если высушили реку, то как Слардар по ней будет передвигаться? М? Ну, очевидно, быстро. Ну, а почему? Воды же нет. Как раз таки, возможно, потому что воды нет, типа нормально, наконец-то можно двигаться. Ставит вард прямо под виженом, вот, вводит спирит, который, знаешь, после этой, на сколько уровня такой стоит, рейтлаймер просто под себя втыкает в арди шоу. Надеюсь, его сломается, такое дело. Но в целом, если так оценить этот лайн, я бы не в жизни подумал о том, что кто-то в здравом месте в этой памяти пойдет в спирит и будет в вайпер стоять. Это же вообще невозможно, не? Ну, сейчас посмотрим. Я? Насколько он должен быть мастер этого героя, чтобы перестоять вайпера? Не читай, что эти парни пишут. Я не понимаю, что они пишут. Я не собирался, во-первых, это читать, но... Но теперь... Вот. Да. Ну, видимо... Может быть, у нас эксперты просто китайского есть и смогут перевести. Да, да, я уже этим занимаюсь. Первое, это он просто бахнул по клаве. Да, это понятно, да. А вот второе, да, сейчас. Мне вот это вот между ними интересует предложение. на ле, которое заканчивается. Сломано. Сломано? Что-то сломано, да? Причем, жинпан, золотая середина. И плавно она переехала в слово сломано. Ну-ка. Кто-то сломал золотую середину, я понял. Причем, если что, я ввел, короче, в гугле, типа, чтобы она произнесла, и в конце не ле, а ла. Понял. И оно звучит еще хуже. Я понял вдвойне теперь. Да. Так и живем. Хорошо. Сломано. Сломано. Так, 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 так. Что-то новенькое сейчас. Нет, нет. Отжали паузу. Отжали, но при этом он что-то написал сейчас. Я еще успею. Так. Попытайся, второе слово. Го говорит, пытаемся. Четко, четко. Спасибо, гугл. Что бы мы делали без него? Так, ну окей. Наверху ТБ. ТБ будет здесь помогать Оракл, пытаться гонять вот этих двух плотных достаточно героев, Мирану и Визажа. Конечно, удачу ему. Веселые игры, да, в это время снизу ребята такие просто в мире подвели ковру Курьера, он очевидно его пошел забрал. Ну, просто стоишь, хотя бы подходит Курьер и начинает тебя облизывать. Так, ну и в миди. В миди Вайпера. Вайпер продолжит, точнее, начинает уже гонять в Уэйтспире, просто не подпуская его к крипам, но вот так вот. Я очень слабо представляю вообще, то есть хоть какую-то ситуацию, в которой Вайпера не задушит. Вот, спирит, учитывая, что здесь есть мангосы. Все, 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 уже пошел душить. Просто раньше ты мог, допустим, попытаться не выводить спиритом каким-то другим героем, то есть когда Вайпер еще и не имел мангосов, просто в продаже в лавке, то есть как-то подушить его там по мане, что он там молот какой-нибудь купил, ну, как-то так. Сейчас то, что мангосы есть, он просто популал, он их жмет и всегда в тебя плюет. То есть нет ситуации, когда ты подходишь безболезненно для себя. И при всем при этом, как-то он делает клипстат 8.1. Реально, батя, по ходу дела, прожима своих обилок. Ну, это пока мана есть. Проблема в том, что рано или поздно мана закончится. Он ботался почти уже нахабатил, на самом деле, то есть это неплохо. Сейчас еще 110 ман накапает, он бахнет, еще разок. Пульсом ранжевого крипа заберет, купит все ботл и вроде как жить будет. То есть вайперы не дорабатывает. Опять же, видишь, душит очень гепко стоит на вражеском. Агро, если к тебе легко мог спуститься на свой, учитывая, что опять же будет спирит нажимает свои обилки, то есть постоянно поддавливает немного линию. Ну и все, да, ботл едет. Но вайпер продолжает душить в любом случае. Пытаться. Ну, да, вот теперь что-то имеет по форму, пока норм. Так, снизу. Снизу у нас продолжает фармить Урса. Урса тут все хорошо. Баф у Громага самое главное присутствует. То есть скорость атаки, бега имеется, все хорошо. Тут у нас пытается что-то подфармливать на галер. Как-то воровать крипочков, но пока не густо у него, конечно, по этому показателю. Ну и сверху. Сверху самое интересное. Фармить здесь Фейт Биан. Мы видим 10 на 2 пока что, но ТБ в разы больше, конечно, имеет за счет того, что это ТРБ. Все еще нет первой крови. Пятый стак повесил вайпер, но не убил. Ласточка пошла. Потом, это будет интересно посмотреть, вот по крипам сейчас вроде все неплохо, да, вровень идут. какой будет нетворс по итогу у нас у Войтспирита? Насколько сильно он просядет? Мне кажется, что он скорее не просядет, потому что вайпер как раз таки, вот он себе принес фласку, раз мангус, два мангус, три мангус. Он сейчас, если что, второй с конца по нетверсу. Потому что все деньги сливает в консамблу, который вот тут же поедает. А там-то и речь. В итоге ты гений какой-то получается, Да, вайпер максимально плохо. То есть, очень просто. Как понять, фид это или спейс? Если команда выиграла, это спейс, если команда выиграла, это фид. Так и здесь. То есть, это потенциально, конечно, спейс, но так стоять вообще нельзя. Ни в коем случае. Окей. И тем временем забирает Фейбьяна наверху. Как только Мирана сместилась, помочь подконтролить руну, забирает руну иллюзии, сразу же погибает герой на линии, который остался один. Даже непонятно, как выживать в этой ситуации. Ну да, да. У тебя нет упадения, как бы здорово. Но Патмас стреляет по лесам, я думаю, она свое имеет и ее это устраивает. Забавно, что даже есть пять болельщиков и хоум старых. Олдов. Которые помнят. Остался банок. Как он назывался? Ремнант, по-моему, нет? Нет? А, Пенанты, по-моему, не Пенанты. Пенант, да. Пенант, наверное, да, назывался точно. То есть у кого-то еще со старых времен остались, видишь, они болеют. Сейчас из Дота 2 ТВ сидят и болеют. Круто. Так, баунти руны. Баунти руны появляются и что у нас получается? Вроде как две здесь забрал у нас Панголер должен и две слева должны были забрать сейчас игроки команды и хоум. У меня есть Силджи и Нави. Да, Пенанта? У меня ни одного нет, по-моему. Силджи, причем 0 матчей просмотрено. Нави 68. О, что, фанат Нави, что ли? Получается, что так. Получается так. Еще у меня есть 20 гемов или около того, даже больше сейчас. У меня 46 гемов Виртус Про. Так. Понял. Так, ну что у нас по итогу по Нетворсам? Пока Нетворс в миде чуть получше у нас у Войт Спирита. Мы видим 200 голды разница, поэтому можно сказать, что Вайпер не задушил в итоге мид. Войт отстоял хорошую линию и даже выиграл. Опять же, не в защиту Войт Спирита, Бати на Вайпере просто оказался Бати не в ту сторону. Понял. Ты воевал не туда. Судряльный отстоял, то есть он сейчас получится пачки шестой. Если Кату заберет, он летает на базу, потому что далеко забежал, заристорится, зарегенится, прибежит. И на шестом как бы уже можно тиммейтов взять в мид и убивать этого Вайпера. Посмотрим, придет ли кто-нибудь. Так, внизу было небольшое нападение на Марса, но он без проблем убегает, благо есть копье, и то Урсу можно всегда откинуть от себя, чтобы не мешал. Вот, Марс себя нормально чувствует на линии. Манга есть, правда, шестого не хватает, чтобы арена появилась. Мирана периодически наведывается, мы видим, в мид, и вот оно нападение на Вайпера, какое-то непонятное нападение, в итоге погибает Войт Спирит, и сейчас погиб еще и Мирана. Что делают и Хоум, я не понял совсем. Нападают на Вайпер, но не ждали двух телепортов. Нужно, что немножко отойти. Странное в итоге получилось нападение, два фрага делают легчайшие РНЖ и возвращаются обратно по линиям. Вопрос, знаешь, какой у меня возник, вот, некий Вайпер взял себе две маски. Это Арчит? Да, скорее всего, сейчас все его рашат. Центральная линия особенно, Урс погибает еще и Хоум. Внизу, ой-ой-ой-ой. Причем, этот фраг был сделан без арены, то есть она как бы есть, но он как бы ее не ставил. Что тоже печально, 4-0, драфт вообще не подразумевает проигрыш на линиях, а он случился. Ну, сейчас пойдет Вайпера, наверное, спейс-креатить, вот он нападает на Пангальера. Ну да, Пангальера, наверное, заберет здесь, но опять же, это же не тройка Пангальера, это саппорт Пангальера, его не жалко отдать. Хотя бы какой-то фраг, другой фраг сейчас уже лучше. Тоже верно. Так, ну там, наконец-то, наверху Фейт Бьян получил 6-й левел и может, наконец-то, как-то фамильярами напрягать начинать, но тут, правда, у самого проблемы могут быть, потому что сюда выходит Манет с формой и, да, Фейт Бьян погиб, сейчас еще фамильяров надо увезти. Одного точно отдаст. И это взглянение приятно, потому что кулдаун есть, заводилось, он только-только их вызвал, получается, погиб, остался на 2 минуты без одной птицы, ну это очень большая часть его, скажем так, успешно ДПС, а на данный момент нападение на Марса. Да, Марс там не успел улететь немножко, он пытался там спрятаться за елку, но все-таки нашел его, Огр Макс, бил ТП. И Флайбин погиб. Ну, хоть что-то начинает по карте делать уже хорошо, ребята из команды и хоум. Мады вообще в наглую зашел в чужой лес пофармить такой, так, мое уважение, увидел вайпера, не стал до него докапываться, не будем, говорит, делить с тобой один кэмп. Фарми свой, я свой. Так, а здесь у нас также подфармливает Войт потихонечку. Что у него там, ПТшка уже почти готовая, да? Или что в курьере летит? МПТшка еще не готова, себе только перчатку несет. Сделали два фрага, лишних четыре пенанта появилось. Круто. Это фанаты пришли. Фанаты, фанаты, да. Новая эра. Ты даже из кустов там вылазит с помойки и там из всего прочего. Войт продолжает нормально поддушивать. Да, к нему GT первый. Обливиант став. Так, ну если так подумай-то, интересный же выбор, то есть, потому что в моем понимании здесь, конечно, какой имбирот дофадас дал бы больше, но вот именно то, что он дает очень много манрегена, этот артчит для вейпероса, это возможная находка. Я бы сказал, что просто почему-то рейтят этот артефакт вообще все. Ну слушай, его рейтят все, потому что его хорошо изменили, что он стал дешевый и полезный. Ну да. За 3-4 ты его покупаешь. Ты же очень дешевый. Мне до сих пор непонятно, почему не собирают Тараску повсеместно, многие сейчас, потому что, как по мне, этот артефакт очень сильно нет. Ну непонятно, то есть, непонятно. Он дорогой, и ты просто покупать его не хочешь, потому что у тебя будет. Там 2000 хп, на 20 хпоригена. Типа это фиг с ним. Не так они сильно мешают. Вот у нас там каждую игру бегает Тимбер ДК с таким хпоригеном. Это они еще все игры выигрывают, что ли? Поэтому там непонятно. Так, ну что, у нас вайпер перетянулся вниз. Сейчас, возможно, будет выход на Огр Мага. Да, под арену. Копьем не попадает Марс, но это не спасает. Огр, Огр погибнет. Туда еще запрыгивает Урса такой в арену. Побился пару раз. Стрела залетает. Ну, в принципе, нормально летел, но не успевает просто сбить ТП. Ну и Флавину нужно отсюда как-то уйти. Просто за ним погоня здесь, да. Все-таки поймали Марсу. А билки понажимают, я думаю, немножко по это... Поживет противника, помешает. И вот смотри, просто по поводу еще Арчидо. То есть сейчас Арчидо стоит 3 400. Давным-давным-давно его, когда все народ собирал, он стоил 3. Обливиент став, это было 5000 голды по старым ценам. Даже Тайдау пользуется спросом на них в 3 героях, а теперь у тебя очень дешевый и выстребил, который очень много дает. Ну да, Саленс это... 30 скорость атаки, 30 урона, 20 инты и 4 маны регена. Особенно приятно 4 маны регена для многих героев. Так, ну что, форма пока что была прожата у ТБ, забрали за нее тавер, там ответный подпуш центральной линии идет, но сюда уже перетягиваются РНЖ, и возможно даже будет драка какая-то. Там Пангалер в хорошей позиции, сейчас может въехать, как вариант, в спину. Нападение на Вайпер идет, но Пангалер поехал просто. Жми, жми, Михалыч. Будет душ крепкая. Просто догоняем, догоняем. И у меня чуть дота не вылетела, чтобы вы понимали. Да, от этого всего, но не догнал. В тем время проскакивали коэффициент, должны были по крайней мере. Можно еще раз? Я про то, что были, не были? Вот, теперь есть. Были, отлично, да. И они прямо сейчас еще немножко меняются, у нас уже 1,3 в пользу РНЖ и 3,3 в пользу ИХОМ. Да, от наших друзей это париматч. Корешей. Кореша, кореша, точно, да, кореша. Не забывай, это очень важно. Кореша, кореша. Слушай, за неуважение какое-то пошло. Да, но непонятно то есть ИХОМ проводит эти вот интересные мувы, там допустим убивают Марс, убивают Марс, еще что-то там делают периодически, там вот, галеры наказывают. Но как только необходимо пойти подраться 5 в 5, то даже ТБ не нужно. Хотя сейчас выход на него в слогах. Кстати, да, Манэ могут поймать, но у него есть Сандр. Пытается контролить Оракла, да, чтобы он не дал Фолспромис. Сандр заюзан был, в итоге ТБ выживает, Оракла только забрали, сюда приходит уже Вайпер и просто просыпную ИХОМ. Всего лишь пятерочку удалось забрать. Хотели, конечно, этого ТБ. Да, но Оракл хорошо вышел, то есть они увидели его, все реагировали. Я думаю, что это правильный выбор, потому что иной, так они хотя бы кого-то забрали. На Марса нападают, но там арена, кстати, есть, и возможно. Газ-газ. Ну да, давай. Поехали, просто по арене катается сейчас Пангольер, минус Фэдбиан. Шикарно сыгран, Такое себе нападение очередное. Чё-то ошибок. Опять же, не очень много для счастья надо, то есть он стоит, человек, ему люди сами лезут, он их убивает. А визаж-то куда? Дружище, тебе нужны левел и деньги, чтобы потом всех убить. И он что-то несётся в Пангольеры и так далее. Да, вообще непонятно, то есть выживает в итоге Марс, конечно, Марс уже практически с блинком, да, вот он у себя собрал и теперь ещё проще будет врываться по КД арене. Куда-то Бэмонт скоро будет, там 900 голы осталось. Не знаю, мне кажется, вообще на самом деле пик и хом, как по мне, располагал к тому, что они будут играть первым номером и, ну, типа давить просто, да, пока ты, ну, до тех пор, пока ты бы не выформит свои арты. Ну, получается так, что они вроде пытаются играть первым номером, но они постоянно ошибаются, как-то невнятно нападают и их за это наказывают по КД. И всё, теперь преимущество у команды РНЖ. Очередная пауза. Подождём. Я пока ищу, нашёл СМ-ку, нашёл в интервью Верну. Из Раптора не нашёл. Ты про что сейчас? Ну, у тебя это заход. А, это всё. Я проиграл. Я понял, понял. Всё, дезапт тоже нашёл, они все в одной линии, второй ряд снизу. Но, играй, я сорвался быстрее, чем Батма. Ещё, что интересно, вот дезапт между находится, интервьюерной ЦМ-кой. Да, рядом прям. И он нашёл первого, нашёл второго и нашёл третьего. Так, ладно, пауза закончилась. Если нравится, что rng.monet.kappa. Каппа. Хороший спонсор. Спонсор наших улыбок, Каппа. Так, что у Моне? У Моне почти готовы мат-стайл, это всё понятно. Что делать и хом, вот непонятно. Урс-то, в принципе, фармит, окей, я согласен, что с БФом Урсу там ещё наберётся у Нетворс и, типа, в лейте Урса реально в состоянии съесть любого героя, да, у команды rng. Ну, это факт. Потенциально это действительно так. Но это сделать бы очень тяжело, опять же, учитывая, что есть Oracle, что есть всякие разные вот сайленсы, контроли. То есть, допустим, Урса, ты большой, крепкий медведь. Ну, как говорится, в цирке не выступаешь в том плане, что арену ставят и ты, если ничего не можешь сделать. Спроси, не можешь просто бегать влево-вправо, а ты так часто медведь прыгать не будет. У него много чести для этого. Ну, всё, просто ждём каких-то моментов выходов под фарсфармленного ТБ и первую карту для rng. Я как так эту игру вижу, почему довольно легко, опять же, непринуждённо для них. Ну вот, блинки есть, сейчас уже в атаку можно выходить. Вот, например, на того же Боицпирита напасть вполне, да? Он блинкуется. У него ещё один ультимейт есть, да. Ну, да-да-да, в итоге не стали арену, тратить ничего. Окей, ну, не забрали его, попробуем, может быть, Огрмага, но Огрмага не видно пока. Ломает здесь вот гвардец чужой. Есть Moonlight Shadow, возможно, ответное будет нападение какое-то от команды E-Home, да. Мане здесь нападает в итоге почему-то на Марсу. Чё, не говорят, почему он просто бежит, да, Мане такой. Такой, типа, окей, чё произошло. Я даже не буду нажимать бетаморфозы, вы просто недостойны такого падения. Странный момент, я почему-то думал, что на него будут нападать в первую очередь. Так, пошла у нас на иллюзию контроль, точнее пошел от White Spirit, всё вкастовывает снова Марс и просто убегают, их он просто бегут. Здесь у меня нету этого, Wario Running, вот этого, знаешь, просто этот час мне на Марсу, чтобы вышку сломать. Он вышку сломает, да. В итоге, потому что он понимает, что в драке она будет не нужна. Находит ещё ДД, может на Рошана, дружище? 464. Так, арена, арена в итоге залетает в одного Огрмага, Огрмага заберут, уворачивается ещё флайвин от стрелы играючая, Огрмаг погибает, фраг забирает себе Оракл. Мане невозмутимы, с ДД просто ломает Т1, Т1 тоже падает, и это ещё плюс денежки и уже 4000 преимущества за командой РНГ. Фэйтбьян, вот Фэйтбьян что делает? Пока фармит, у него вот есть Доминатор, но его здесь уже нашёл мистер Пангальер, который поехал. Сюда бежит флайвин, прыгать не стал, застрял немножко Пангальер, бывает, не справился с управлением в этот раз. Ну и на этом пока что всё. Продолжает фармить Мане, будет через кайд играть далее. Тут у нас Алибарды, я так понимаю, были для Марса, Урса, безусловно, не рад будет этому. Урса максимально не рад тем, что он опять же барабаны купил, Фэйзи купил, делает БФ, заходит на Рошана, вот мог ДБС-ДД этого не допустить, теперь ДД нет и непонятно прочитали или нет. На самом деле за этого Рошана могут побороться сейчас очень даже. Если прочитали, то есть они все рядышком, нужно догадаться, что кто-то это Рошана видит, потому что с Смаков заходили, Ну нет, никто даже иллюзию ничего не отправляет, Рошан в итоге падает и забирает его в курсы себе. Но вообще, играя против Урса, ты должен всегда потенциально держать в голове то, что Рошана реально могут забрать в любой момент. Да у тебя краски расстроены, что у тебя был ТБ, который мог легко зайти, быстро сломать и свалить. Я просто кликаю, нет какого-то минус армора на команду и лайфстила. 400 урона тебе ничего не нужно. Да-да, но все равно опасненько, пару раз клэпнет, потеряешь ХП, ворвется, кто-то, ну такое. Позови Марса, пусть потанчат. Марс! Че, ну ща, ща спущусь. Скисским попить. Или, знаешь, я... Ну ладно, забей, я вспомнил просто историю с детства, ты знаешь, жеза, когда ты сходи, вынеси попить. Если вернусь домой, мама больше не выпустит, все. Я понял, не, а прикинь, ты был бы Гераклом. И что? Ты пойдешь на Олимп, шатаешь, типа, зевский попить. Потом посылай там какого-нибудь парня. Так, у нас смог был разбит сейчас от команды РНЖ, в миде падает вышка, забрали ее и хоум. У нас минорная смог-атака такая идет. Ну непонятно, они вроде как-то... Они скорее, типа, как бы идут и не идут, потому что стоят за ТБ и ждут пока на него... уже не за что бороться, там идти, ломают в итоге вышку, Т2 снизу, потому что Тауэр-то в миде уже сломали. И да, вышку все-таки Мане здесь доломает. Урса в это время фарм чужой лес. Урса опять же Аегис. В лишний раз ломиться не хочется на Айгиду. Ну и не нужно, то есть, если противник не пушит дальше, то и можно забить. Через 5 минут и Айгис закончится, все проблемы уйдут сами собой. Просто подожди. Наложи тарелочку еды. Но проблем... Проблема в том, что Т3 падает уже и нужно... Эту проблему как бы нельзя игнорировать. Да, сразу 3 ТП. Мане начинает контролить здесь. Мане надо спасать. Урса получает Саленс. Ультимейт. И Урса сейчас умрет минус Айгис. Продолжает кататься пангольер, пошла арена от Марса. Форма все еще есть тут ТБ и Урсу могут второй раз забрать. Копье залетает отлично от Марса. Урсу, к сожалению, спасти некому. Урса нет в команде. Оракла, который там накинет ультимейт. Так, команда все еще Moonlight Shadow пытается как-то здесь драться, но просто прыгает пангольер, дает дизарм, врывается в Уэйт Спирит, но понимает, что ничего не может сделать. Мане без Сандера, но с формой все еще. Забрали Оракла. Хорошо. Оракла убили, да, это... хотя бы какое-то действие. Но это еще возможно не конец. Может быть еще кого-то удастся подцепить. Нет, не удастся подцепить, потому что на развороте врывается Марс, говорит, давайте подеремся. Начинает бить Огрмага, Огрмаг погибает. Неплохо там вроде бы расконтролил фамильяров своих сейчас с Фейтбьян. Могут забрать Мане, Мане погибает и может забрать еще и Флайвина попробовать. И да, Флавин тоже отправляется в таверну. Ну и погоня продолжается за Пангольером, но у него есть блинг и он всех перехитрил. Пангольер ушел, да, его не нашли. Но в целом они, конечно, могли просто уйти. Они могли просто уйти, да, не могли хотя бы не терять ТБ своего. Потому что сейчас еще Бонтос заспавнились, на самом деле, ребята из Дихом. По-хорошему он будет бегать забрать, потому что справа Оракл, даже западешься, забирай две. И будет обидно не забрать ни одной, когда у вас есть опция забрать было все четыре. Ну ладно, нет, так не хотите, как хотите. То есть, это вы опять же смотрели сейчас на драку, в которой подарили немного РНЖ денег из расчета, чтобы у противников было Эггис. То есть, они могли просто бифурс, спокойно отойти. Но не сделали этого. Так, ну да ладно. Все еще топовый на Творс, конечно же, Умана, несмотря на смерть, скоро появится Скадзи, просто продолжает фармить. Две баунтируны слева еще могут подконтролить их Ом себе сверху. Да. ДД есть у Урса. Будет дальше БКБ. Может быть, под ДДшечку на кого-то выйти удастся, только вот как цеплять, непонятно. Под Галлиар тут далеко. Фармит. Пошел Огромаг. У него есть Вижен. Он его сейчас, наверное, поставит. Да. Боже, каждый раз смотрю на эту бедную птицу, конечно, так я и не завидую. Под Огром, который... Да-да-да, ты тут с этим езжай, там Галлиар. Да, его сейчас умрет, скорее всего. Стрела мимо. Была близко, да, но недостаточно близко, чтобы засчиталось попадание. Так, ну и снизу линия продолжает пушиться. Мане уже здесь. Форстав готов у Фейтбьяна. Будет дальше Аганим. Ну, Аганим, само собой, напрашивался. Здесь очевидный артефакт для визажа. Так, уходит отсюда Вейтспирит. Не успели его подловить. Ну, вот он Скади. Скади бабочка. Окей. Может, Сатаник все-таки бахнет? А может и бахнет. Я про то, что только что была драк, который если бы был просто даже Адам Орбитко, этого бы хватило, чтобы не умереть. Еще странно, может быть, кто-то соберет какую-нибудь ауру на команду, например, Амарс, нет? Либо Пангалер, Пангалер собирает все. Окей. Потому что действительно без ауры и лайфстила тяжеловато. Чувак, Амарс сейчас же вообще максимально круто. Особенно для ТБ. Сколько там? 15% властил, да, и 18% бонус урона. То есть у него это хороший бонус прибавки даже без формы. 36-37 урона и дальше будет только больше. Так, ну что ж, падает Т2 наверху. Не собирается его защищать никак Ехоум. Да, Мане спокойно доламывает. Флавин рядом, если что, с ареной ворвется. будут ли как-то Ехоум сами выходить сейчас на ТВРА? ДД просто есть у Урса. Урса заберет пачку крипов здесь. Сюда летит уже Мистер Вайпер, Мунлайд Шадо был прожат. И Пан Гольер поехал один. Есть просветка. Попадает. Снова поймали Огрмага. Мирана бежит на помощь. Стрела на ход летит. Ни по кому снова не попадает. Привязали. Привязали Огрмага. Огрмага заберут точно. Тут еще и птичек можно забрать. Не хотят убить этого визажа. Зачем убивать маленьких птиц, если можно убить большую? Сбить. Есть сеточка Марта. Отлично. Ну, они сделают вообще все. Смотря, они убивают и птиц. И большую птицу. И медведемона. То есть у всех. У нас получается 400 голды плюс героя на пиво. Да, в итоге отличная атака получилась. И опять вырываются достаточно серьезно вперед РНЖ. Они и до этого тысячу, конечно, голды ввели, но теперь уже три мы видим. Форма имеется УТБ. Уже в миде. Подпушивает Тавер здесь. И, видимо, спокойно забирает. Огоним тебя приобретает Войт Спирит. И смог еще один покупает себе Огрмаг. Поэтому, возможно, будет еще одна атака. Невозможно, а будет. Только непонятно когда и куда. Так, но здесь просто Манэ уже сам идет вперед. Поймал его здесь Войт Спирит. Рядом Оракл. Оракл спасет. Врывается Урса. Форма от ТБ. И Урса понимает, что он уже проигрывает эту битву. Оракл ждет. Оракл просто ждет. Понял. Ну, дождался. Дождался. Ну, неплохо, че. Возможно, как-то стаялась и мог помешать. Я не уверен, что он не висит. Я не уверен, но по такой ощущения, что просто сделал шаг назад и из-за этого не достал нужный таймер. Да, вот еще Марс выкинул только что Войт Спирит. 40 хп. Вроде как тоже живет. Ну, конечно, провал. Эль Провале произошел. Еще и Арена вообще куда-то залетела непонятная. Ой-ой-ой-ой. Забрали Пангольера. Забрали Манэ. Погоня за Ораклом. Оракла сейчас тоже скорее всего заберут. Да, Фамильера посадил Фэйбьян. Еще одного. И... Да. А я был уверен, что ТБ просто ждал этого Фолз Промиса. Я уверен, что примерно 5 человек в команде Желико Фолз Промиса. В том числе даже сам Оракл. Чего ты где? Кто где-то что-то не нажал. Ну, что я могу сказать. Это шикарный таймер, потому что все мертвы. И если бы им чуть-чуть повезло, Рошан бы уже стоял. Так Рошан сейчас и появится через 20 секунд буквально. Ну, Рошан бы это все уже типа реестрятся. Это немножечко не то. А так он уже мог бы быть. То есть могло повезти. Ты же понимаешь, надо реестрятся, сделать тп, добежать. А в это время в миде, например, могут забрать Флайвина. Есть дизарм. И дегераут. Да. Сюда уже перетянулся Пангольер. Сюда уже прилетел Оракл. Да, Рошан встает прямо сейчас. И все живые. То есть, да, медведь должен бежать, должен пытаться забирать. Либо вписываться в драку. Находят ТБ настоящего. Так, но в этот раз-то будет Флэлс Промис? Нет, не будет. Стрела залетает в Ораклай. До свидания. И минус Мане. Мане сейчас успевает сам закинуть, но от этого ему легче не становится, кажется. Все-таки погибает Мирана. Контролят пока что Мане. Но сюда, по-моему, не в тот двор зарулил Войт Спирит. Все-таки Мане погибает. Плевка его там достает где-то Фейт Бьян. Забрали Огрмага. 3 в 2 пока что размен. Убегает Урс, убегает Визаж. Контролят пока что. Кентавра на отступление и делает ТП. Птичек, я думаю. Можно и Кентавра попробовать доесть у него там 200 хп. Было бы неплохо, на самом деле. Ну, их может, найдет. Может быть, найдет Флэйвин. Пытаются, пытаются, не справляются. Залетает копье мимо. Мимо, близко было. Курьера? Курьера-то. Видели, видели, видели. Курьером видели, сейчас должны будут эти 200 хп тоже забрать. Так вот, и тем временем у нас Урса забежал на Рошан, но там Курьер просветил, Урса понял, что его видит и, судя по всему, вписываться в файт один против всех он не планирует. Кентавр жив. Заманцевал? Нет. Просто АФК. Нет, это, конечно, некачественно. Просто АФК. Вообще, удивительно, что Oracle, да, вот с таким закупом, когда у него могут скипиться в этом месте и так далее, просто гибнет раз за разом или не дает обилку или дает ее в себя, то есть, все, что нужно сделать, не встать под фокус и нажать одну клавишу, и ты выиграл. Все за тебя, двойте мейте сделать. Не нужно телепорты делать, не нужно никуда ходить, варды ставить не нужно. Одну клавишу. И он пока не справляется. И на при том, что у него еще киноптик есть. То есть, очевидно, что ему даже чуть проще давать, потому что плюс 75 даты рейджи есть. Так, ну что, Рошан появился. Вокруг него уже начинается экшен потихонечку. БКБ появляется также у визажа. БКБ готовое у Урса, мы уже видели в действии. Дальше будет МКБ. Ну, опять же, опережение против бабочки у ТБ. Так, ну и понятное дело, что ни одна из команд не хочет просто так идти на Рошана, а хочет перед этим подраться как-то, сделать какой-то минус. Но сложно. Никто не подставляется. Вот в миде, возможно, сейчас найдут Войт Спирита, или он кого-то найдет. Нет, никто никого не находит. Сливер выпадает тем временем для команды Royal Never Give Up. Забирает его себе кто? Никто. Странно. Ну, ладно. Я думал, что сливер это крутая тема. Может, что потом посидят, пока у меня кто-то заберет. Вообще, да, конечно, странновато. К тому же ТБ, например, дать. Ну, да, я тоже думаю. Но у него просто сейчас... Он и взял. Все, ок. У него просто была Аквила. Аквила это хорошо, но он, видишь, положил себе ее. Так, ну что... Потому что это очень много резистов. Да, да, да. Смог был разбит сейчас командой E-Home. Они хотят подраться. Давайте посмотрим, удастся ли мы это сделать. Ну, потому что Royal Never Give Up тоже аккуратно передвигаются всей командой и забирают чужое ванпост. Так, и без экспы, да, оставляют. Угу. Неплохо. Без экспы по Бонтосу-2-2, там визаж тем временем. В Триптицы забирают Курьеры на Рошане. У нас сейчас паунти. Ну, нормально в Триптиц-то, конечно. Истребители-то есть, которые будут Курьеров сбивать. Так, ну что, в миде Войт Спирит успевает уйти. Нет, его Флайвин здесь не поймал никак. МКБ готово, бабочка готова. Идеальный тайминг. Просто, может, ты мне объяснишь, откуда у него Триптицы? Он же Аганим собирал, нет? Типа, купил Аганим, вызвал птиц и продал Аганим? Ну, не знаю, возможно, это так работает. Багаюзер? У него сейчас нет Аганима. Да, я тоже вижу, что нет Аганима. А как ты еще соберешь? Так, рептицы есть. Другого способа я не знаю. Так, у нас драка, ладно. Драка, нападение. Очень быстро забрали здесь Флайвин, он успел дать арену. Начинает настреливать ТБ, но за ним просто бежит Урса, Урса прожимает ультимейт, покатился Пангольер, но тут все БКБшки прожали и просто ноль импакта. В итоге пока что только один Марс погиб. Пангольер пытается убежать, но его тут уже перехватывают, Пангольера забрали. Минус 2, Мане. Нет байбэк, может быть, стоит его сделать? Не знаю даже. Мане дерется до конца, неплохо разваливает кабину сейчас визажу, но визаж выживает. Поймали здесь Оракл, а Оракл Фэлл Стромис не успел. Успел, 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 все. Просто я видел анимацию, так вообще, что он погиб до этого. Байбэк уже умрет, когда закончится эффект, но он перед этим успел на пак, стюбил Урсу, убил птиц, возможно, что-то не будет делать. Но байбэки в итоге не зароляли, то есть они были сделаны. Еще толку? короче, надо будет потом посмотреть реплеи, то есть это очень сильно порешало. Ты про трех птиц или про что? Ну да, то есть лишняя птица очень сильно порешала. не секунду стана, и потом перезвала. Типа, я только один способ знаю, как сделать трех птиц, это аганим. Все. Вот он опять его собирает, видишь? Я знаю еще один, но на 25-м. Ну, давайте тогда до 25-го. Ну, видимо, так и работает. Ты собираешь аганим, вызываешь, продаешь, не знаю. Как еще? Ну, а как он, куда делал запчасти? Просто я не потерял в никуда. Ну, потому что ты не можешь собрать аганим и остаться со всеми запчастей, то есть все-либо. Понимаю. Пойнт бустер, либо с ней запчасти, но за ним. Да, 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 ты где-то теряешь деньги какие-то, но, видимо, так. Ну, я просто не вижу других объяснений, каких-либо, не просто так же появились три птички у него. Ну, не просто так, что у нас очередная стычка на шане. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Крутой форставчик успел на себя дать. Арена была потрачена. 3к уже преимущество за командой и хоума, и такое ощущение, что они переломили наконец-то исход битвы. Тут у нас стрела летит очередная, попадает в Оракла, но ломиться наверное не стоит. Да, у нас из важных моментов ТБ бабочку купил. Но МКБ... После этого враг, после того, что он стал пожирнее по армористе, 45 армора сейчас у него. Но МКБ имеется у Урса. В любом случае, там прям сразу тайминг был бабочка МКБ. И Рошан. Ответочка, то есть имеется, да, Рошана бьют. Прекрасно об этом знает РНЖ, готовы драться за него. Здесь у нас мансует Вайпер, чтобы не подставиться под контроль. Надо бы ворваться как. Стрела попадает в Вайпера. Ой-ой-ой. И вперед врывается Войт Спирит. Вайпера могут очень быстро забрать Феллспромис. Феллспромис залетает, Вайпера выживает в итоге. Урса прожимает БКБ, дерется с Мане один на один, но битва немножко неравная. Катается здесь Пангольер, продолжает догонять Урсу, Урса погибает, роняет Аегис. Это только Аега. Там в это время погоня еще за Войт Спиритом, но это не важно, здесь потому что может сейчас погибнуть Урсу во второй раз. Либо же Войт Спирит врывается в драку и погибает сам. Погибает Сандер. Да, Сандер получил, погиб. Так, Мане очень битый. Мане до конца, просто вгрызается в Мирану. ТБ, но ТБ выживает. Папочка, 45 армора и минус 5. Минус 5, минус Аегис, все получилось. Да и даже без ультимейта Оркла в ТБ. То есть я сейвил его другими обилками. Так, ну что, по миду? По миду сразу отправляются в атаку игроки команды РНЖ. Ломают Т3, танкуют пока что Марс. Ну что, минус Т3, минус бараки. Они могут и нижнюю линию на самом деле успеть забрать, да и верхнюю. Они мега-крипов могут сделать. Да, да, да. Тут даже фишка в том, что они просто, когда противники рестнутся, виздаш будет без фамильяров вообще. Еще 40 секунд них кундаун. И вторая проблема в том, что, как говорится, нечем воевать. против ТБ, то есть позиционку негде поставить. Скорее так, я хотел сказать. Забрали две стороны, можно называть и забрать 4 бунта, то есть там он конгалер уже уехал, купить слотов и позорваться уже поплотнее став. Я вот все думаю по поводу фамильяров. Может быть, скорее всего продал. Ну да, может быть ситуация была такая, что нужно было срочно купить БКБ. Я просто не помню порядок появления артефактов, но может быть он купил, собрал себе Аганим. Опять же. Продал его после. Можно будет посмотреть или типа того. То есть, сейчас это не так важно. Важно, что драка после была сильно проиграна, теперь преимущественно с тобой 7000. Слоты появились, если буквально каждого героя, причем Моракла Шлоту скупил. Вот уж тоже необычный артефакт. Ну, видимо, чтобы снимать Сайленс отводить Спирита. Да! БКБшка появилась у Вайпера, там пика доехала, Сатане будет скоро. Дизоид для Марса. То есть каждый герой очень крепко пробуйствился. У нас драка. У нас нападение, точнее, идет от РНЖ. Войдь Спирит. Примерно увидели его, где он находится. Могут его подловить. Сейчас поставили Сентряк Наварда, очевидно, Вайпера сразу. Пангалер врывается из Визажа, БКБ. Прожали, в спину выходит сейчас и Хоум. На кого врываться? Первым Оракла. Первым Оракла хотят забрать. Оракла заберут, скорее всего, да. Оракла погибает, байбека нет. В это время бьют очень больно Вайпера. Вайпер на Форстафе уезжает. Бежит вперед Флайвин, хочет дать арену. Въезжает сюда, в арену Пангалер. Отличная арена, просто по троим героям. Там БКБшка есть у Войт Спирита, Войт Спирита за счет этого живет, уходит вообще из арены. Могут забрать Визажа, Визаж погибает, Огрмак каким-то чудом успевает на ЛОХП уйти, а вот Войт Спирит с Женей отправляется в таверну. Да, Урса тоже убегает из драки, и это очередные минус два. Возможно, еще не конец. Да, Урсу поймали за счет сеточки, Мирана здесь пытается помочь, залетает стрела Пангальера, но там совсем мало по времени. Ну, выкупал свой Войт Спирит, я думаю, что стоит отойти, опять же, то есть. Ну, они, конечно, молодцы, но форма ТБ уже скоро закончится, Ораку все еще... Ну, слушай, ТБ до конца идет, и Урс идет до конца. Урса в ульте пока что живет, мультиказа летает по ТБ, ТБ не успевает заюзать Сандру, он погибает. Отличный минус сделали, здесь Пангальер, конечно, пытается помочь, но сейчас еще и Флайвина потеряет, скорее всего, РНЖ. Еще и Пангальера поймали под стрелу, затащили просто идеально. Все сделали и Хоум, и это ответочка минус 3. И причем минус 3 таких сочных. Но, правда, база горит. Что с этим делать? Надо отпушивать срочно. Ошибается. Ошибается РНЖ, конечно. Задержались. Очевидно, что можно было просто отойти, потому что все было в кулдауне. Форма кончалась, БКБ кулдаун, Оракул кулдаун. Совсем в кулдауне? Совсем в кулдауне. В таверне? Нокдауне. Тип-тип-типо того, да. Да. В смысле, слушай, сейчас хороший артефакт не улетит, выбили они его только что. Это лампа. Теперь действительно Оракула будет убить чуть-чуть потяжелее, потому что появится слот под сейва такой хороший. Так, тут Кераса на подходе для Войт Спирита Урса себе пока ничего не берет. 3 500 почти на руках. Но нужен какой-то контроль? Ну, нужен Башер, наверное, Абисал в идеале бы. Да, думаю, что да. В общем, возможно, не только ему, как-то еще какой-то херст. Да, что-то такое, но нет, ну вот Урсе просто в первую очередь нужно что-то из контроля собрать, но с другой стороны ты хочешь еще деньги на байбек оставить. Да, ситуация, конечно, не радужная. Левелер, но... слева лампа левелер. Не, ну для Урса неплохой слот. Да нет, я думаю, что Арба возможно даже получше, у нас там, наверное. А вот непонятно, то есть 60 скоростаки это очень много, на самом деле. Тут надо подумать. Вообще, он Хава Хаммерси выбил, может быть, его оставит. Тоже неплохой слот, тоже замедление. Ну вот здесь нормально, ответочка залетела отлично для ренжи, левелер для АТБ это просто отличный артефакт. По дичь. Да. Еще можно носить на собой два слота. Левелер плюс что-нибудь еще взял, видишь, на Табргорн. Выложил на Табргорн, ищут, собирают правильно этот сетап предметов, в котором Капорина будет играть. Сейчас что-то другое летит. Да, да, видишь, там все перекладывают, чего происходит вообще. То есть самое забавное, что у него только что был левелер в инвентаре, потом он его убрал и забрал на Курьере с базой принес. На Курьером с базой принес. Так, у нас драка. Очередная, возможно, будет сейчас. Стрела не долетает. Поймали Флайвина. Но тут под сейф от Ораклаб. Опять поехал вперед Пангольер. Не самым лучшим образом въехал, конечно, в драку. И в итоге минус ульта. Что это? Стрела залетает! Ой-ой-ой-ой! Марса подталкивают здесь, но там фамильяр его догоняет. Урса получает Саленс пока что. И до конца, до конца просто за Флайвином. Поставили арену по двоим неплохо. Урсу еще и пригвоздили здесь. Урса рыщит, убегает из арены, погибает Огрмак. Первый минус. Стрела очередная. Ни в кого не попадает, потому что БКБшки. Что-то задайвили теперь их ом. Поторопились, поторопились. Нашли Медведя. Медведи нашли, БКБ нет, ультимейта нет. Байбека нет, самое главное еще. Это очень неприятно для них. Это возможно минус игра сейчас. Они сейчас в последнюю сторону просто заберут ОГГ. Причем я говорил, что нужно на байбек оставлять буквально минуту назад. И мы видим, что купил себе башару и на байбек не хватает. Ну и видно было, что да, вот эта стрела-то, ты вроде бы закинул ее, да, там последним кончиком все такие ломанулись. Форстав, ну ты уже понимаешь, что ты в диспозиции, слишком далеко ушел. Ну что, Мане пытались тут забрать, ну как забрать, просто стрелу он словил. Они нападают с выкупа Огромага, типа, но у вас нет Урса, без Урса просто нет урона. Да, Пангалер просто здесь катается, в госте пока что живет Огромаг какое-то время, но скорее всего сейчас его заберут, да, его там застреливают. Тысячечка, да живет, кстати. Грифсы его спасают, живет, но это меня крипы. 38 секунд, до Урсевича, и Бэдварс как засейвить. Да, врывается снова Марс, ставит арену, копье залетает по визажу, визаж, таверну, без байбэка, БКБшку потратил Войт Спирит, Башек прокает у Пангальера, Войт Спирит выживает. В итоге успевает идти на базу, но это мега крипы, действительно. Пытаются тянуть время, все еще как-то борются, здесь их ум. Тяжело, тяжело, то есть такая ситуация страшная. Ну прыгать Мирану, дает Старшторм, могут забрать сейчас Оракл, Оракл погибает, а дальше что? Сандр отлично залетает от ТБ, ТБ снова фуловый, Огрмак ищет, кого подстанет, Урса просто появится через пару секунд. Просто отойти, потому что ситуация вин-вин опять, у нас только что такая была, в которой... Так, у нас драка продолжается, драка продолжается, стрела залетает, но там Минатавр Горн, а Огрмак скорее всего погибнет, или нет? Нет, погибнет. который впитал стрелу, называешь Минатавр Горн? Нет, был прожат Минатавр Горн. Был прожат, я про то, что впитал все равно ТБ, в любом случае, закрыл своего друга стрелой, от стрелы точнее. Ну это не так важно, так вот, ситуация такая, что нужно пойти, условно, драться за Рошана, и Урса хочет, я думаю, пойти там Сыра, Эгис, рефрешер, но база голая, и противники могут просто рядом с Рошаном стоять, и вот как в прошлой игре, спокойно просто досидеть до победы. Чем сейчас, что ТБ сбегает, может быть Хасту заберет, точнее Хасту сбегает, заберет Баунтоса, еще денег команде заработает. Да, ну и Хом не выходят воевать за Рошаном. Ну им сложно, линии постоянно кушатся, да. Ну тогда удачи, и мы веселые игры на второй карте. Ну, мы на самом деле уже давно про это, как бы намекаем, но их Хом как-то боролись до последнего времени. Вот то, что, конечно, последнюю сторону отдали, это совсем печально, конечно, для них. С одной стороны, можно было бы еще бороться, на самом деле, против мега-крипов уже сложновато. Ну что, разобрали все пауэрапы с Рошана сейчас, ребята, из команды РНЖ и просто идут в атаку. Там Аганим летит уже для Марса, я так понимаю, да, готовый, да. Ну и давайте смотреть последний драк, Огур все еще в таверне, могут Урсу подцепить, Урс упрыгивает, нет, не упрыгивает Урса, залетает копье от Марса, есть Монлайд Шадоу, Митца Вижен, летят фамильяры, их просто отгоняют, форму прожимает ТБ, начинает ломать все, что видит и не видит, ломает Тауэр, просто стреляет. Ну, что-то просто во все стороны, самоходная установка какая-то. О, работает, и сейчас могут Вейспирита забрать, Вейспирит даже сквозь БКБ его пробивать очень хорошо, врываясь в Пангольер, но Вейспирит успевает уйти до Фонтана, захиливается, арена пошла от Марса, и вот уже из арены просто так не убежишь, да, погибает Урса за счет того, что залетело копье от Марса, расстреливает Фейдбьяна, Фейдбьян сейчас, наверное, тоже умрет, нет, Фейдбьян, нет, все-таки погибает, Марс добивает за счет щита, но там уже трон горит, там уже трон горит, ГГ не пишет, конечно, но... Но по факту ГГ случилось. И у меня опять, опять это происходит, что за дела, второй раз подряд падает трон, и у меня крашат дота, это видимо на самых... Получается, ты играешь с трона? Видимо так. Это видимо на самых горячих матчах такое происходит, когда у тебя прям so close драки, и знаешь, в последний момент просто у тебя взрывается дота и критует. Да, вот так вот заканчивается в итоге у нас первая карта победой команды Royal Never Give Up, собственно, с чем мы их и поздравляем, молодцы. Но не сказать, что было прям все гладко, были ошибки, в один момент даже, по-моему, камбэкнули как раз ки-хоум, заняли лидерство, и даже я в какой-то момент немножко поверил в их победы, но, как мы видели, без проблем, с пушем справляются Royal Never Give Up, что у них получше пик и вообще получше все работает, и молодцы. Все еще отдельный момент с аганимом, но я так понимаю, это на тебя оставим, да? Я думаю, что не буду смотреть, скорее всего, пришел на боковую лавку или просто заранее купил этот Point Booster, прежде всего на базу, собрал, купил, вызвал, продал. Короче, если кто заметил, напишите, пожалуйста, я думаю, что примерно так, это не критично. Окей. Мы уйдем пока что на небольшую рекламную музыкальную паузу и вернемся совсем скоро на вторую карту. Никуда не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok